МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! На телеканале «Мой город новости» меня зовут Андрей Финагин. Олимпийские награды нашли своих героев спустя полтора года после завершения игр в Сочи. В Кемерове медали, пусть и не за спортивные достижения, получили те, кто внес вклад в организацию Олимпиады 2014. Это участники эстафеты Олимпийского огня, волонтеры и журналисты. Среди награжденных и работники телеканала «Мой город», в том числе наш корреспондент Татьяна Савельева, удостоилась чести нести Олимпийский факел. Причем сделала это не в одиночку. Подробности в следующем сюжете. Совпадение, наверное, или нет. Скорее, наверное, ничего случайного не бывает. Но ее сын Никита родился в первый день Олимпиады в Сочи. Аплодисменты, а позже Олимпийская медаль. Это сейчас спортивный корреспондент моего города Татьяна Савельева выходит за заслуженные награды легкой походкой. В ноябре 2013-го шаги были неторопливыми и осторожными. Сказывалась двойная ответственность. Во-первых, честь нести Олимпийских факел давалась далеко не каждому. Во-вторых, тогда Татьяна была в положении. Через два месяца, в день открытия Олимпийских игр в Сочи, она стала мамой. Сегодня этот факт особо отмечает Аман Тулеев и пророчит маленькому Никите спортивную славу. Теперь, при том, что ему надо записать, это будет точно чемпион Олимпийских игр. У нас так же было. Мой сын стал тоже частью вот этой истории, что сегодня эта медаль не только моя, но и всей моей семьи. Потому что муж у меня тоже участвовал. Он дарил мне букет в виде факела. То есть у нас было два факела на семью, получается. Ну вот теперь медаль еще. Олимпийская эстафета была передана Кузбассу 30 ноября 2013 года. Тогда за движением священного огня наблюдали миллионы зрителей. Кто-то вживую, на улице, кто-то в прямой трансляции на телеканале «Мой город». За возможность следить за историческим моментом в режиме онлайн сотрудники телеканала и кузбасской медиагруппы получают награды за подписью президента России Владимира Путина. Каждый кузбасовец смотрел. Естественно, каждый, кто работает в кузбасской медиагруппе, мы телеканалом освещали, радиостанциями. И, конечно, когда получаешь такую медаль, я хочу сказать только вперед за спортивные достижения, вперед в спортзалы, вперед заниматься спортом, за великие достижения и просто за здоровый образ жизни. Эстафета Олимпийского огня прошла через весь Кузбасс, от Кемерова до Таштагола. Факелоносцами стали великие спортсмены, наши земляки, участники игр четырехлетия в разные годы. К слову, кузбасская земля зажгла на Олимпийском небосклоне плеяды звезд. Мария Филатова, Вячеслав Иваненко, Александр Бессмертных. Перечислять призеров и победителей главных соревнований планеты можно долго. Все-таки каждый раз в Олимпийские сборные России входят кузбассовцы. Секрет успеха прост. Руководители крупнейших спорткомплексов «Арена» и «Лазурный», которые сегодня также получили правительственные награды, объясняют. В нашем регионе налажен настоящий конвейер по воспитанию и подготовке будущих звезд спорта, которые видят достойные примеры. На базе спорткомплекса «Лазурный» действует школа плавания, комплексная детско-юношеская спортивная школа плавания, которая готовит детей в так называемое начальное плавание. Потом эти дети переходят уже в основу из дюшер Олимпийского резерва. Это является нашим молодым спортсменом, который занимается у нас в комплексе, ориентиры для достижений. Почти 300 кузбассовцев – это не только спортсмены, но и журналисты, освещавшие ходы игр, и волонтеры, работавшие в Кемеровской области и в Сочи, теперь могут похвастаться наградами за вклад в организацию 22-х зимних Олимпийских игр. Со временем, возможно, эти медали станут настоящей реликвией, и уж точно будут бережно храниться и передаваться из поколения в поколение, как и память о грандиозном спортивном событии, которым восхищался весь мир, о красивых победах, свой вклад в которые внес и весь Кузбасс. Наталья Ткомагашева, Александр Белкин. Новости моего города. Сделать выбор у губернатора не только политически, но и социально важным событием решили областные власти. Так, 13 сентября в регионе откроется более 1700 избирательных участков. Там будут представлена широкая линейка продовольственных товаров, скидка от 10 до 50% на молоко, колбасу, макароны, соль, гречку и печенье, а на некоторых участках прямо на улице развернутся мини-ярмарки. Кроме выгодных покупок, можно будет получить консультации специалистов пенсионного фонда, многофункционального центра, а также проверить состояние своего здоровья. Для самых маленьких посетителей также подготовлен приятный сюрприз – бесплатное мороженое. Причем картофель, ну, мы приняли решение. На каждом избирательном участке будут работать обязательно чайные столы. Чайные и дегустационные. Ну, конечно, это преимущественно для наших ребятишек и для людей, конечно, пожилого возраста. Там также будет дегустироваться вся продукция, которая будет любезно представлена местными товаропроизводителями. Спорт – как образ жизни для каждого. Заместитель губернатора Максим Макин вручил новокузнечанам очередную тысячу пар скандинавок. Этот инвентарь по областной акции получили уже более 5000 кузбассовцев. Самое главное, что заниматься скандинавской ходьбой можно независимо от возраста и физической подготовки. Для нее нет никаких медицинских противопоказаний. Неудивительно, что такой вид физической культуры становится все популярнее именно среди старшего поколения. Так это понравилось сильно старшему поколению. И сейчас практически невозможно выйти в любой город Кузбасса для того, чтобы не увидеть 2-3 бабушки со скандинавскими палками, по магазинам с улыбками, другой настрой. Поэтому эта программа не будет заканчиваться. Она будет идти и в следующем году, и после этого. Для того, чтобы все больше и больше кузбассовцев занималось спортом. Это главное. Я думаю, что здоровый образ жизни всегда хорошо. Кузбассовцы задолжали коммунальщикам почти 2,5 миллиарда рублей. Больше всего любителей жить в долг в Новокузнецке. Там проживает свыше 40% от всех неплательщиков. Однако это не значит, что в областном центре с платежной дисциплиной все в порядке. Просто с должниками в Кемерове борются активно и радикально. В этом убедилась наша съемочная группа. Моя коллега Мария Пименова вместе с судебными приставами и управляющими компаниями сегодня отправилась в рейд по неплательщикам. Мария, удалось ли застать кого-то дома? Да, Андрей, первая проблема, с которой сталкиваются судебные приставы, это поиск должников. Для того, чтобы застать их дома, приходится приходить либо рано утром, или наоборот, поздно вечером. И только после того, как состоится личная встреча, судебный пристав может применять меры по взысканию задолженности. Такие, к примеру, как арест имущества. Но будем надеяться, что нам сегодня повезет, и кто-то из задолжавших окажется дома. Галина Федоровна, судебный пристав к вам. Достучаться до должников в прямом смысле этих слов бывает не так просто, даже когда они дома. Если дело о долгах за коммуналку дошло до суда, значит конструктивного диалога о платежной дисциплине между управляющей компанией и собственником не получилось, а задолженность копится. Среди неплательщиков встречаются граждане вполне благополучные, но своеобразные. А вы как платите за квартиру? Нет, я не плачу и плачить не буду, потому что мне должны, а не я не за... Кто думает? Это должница из категории неплательщиков принципиальных. Ее комната в общежитии не приватизирована. Жилье муниципальное, поэтому от платы за коммуналку она себя освободила. Самовольно, но незаконно. В счет погашения задолженности уже наложен арест на бытовую технику и автомобиль. Долг за кварплату уже 40 тысяч рублей и постоянно растет. Кемеровчанка, похоже, намерена получить статус самого злостного неплательщика заводского района Кемерово. Посоревноваться с ней за это право готов и сосед из общежития напротив. Он должен управляющей компанией порядка 160 тысяч рублей. На половину суммы уже получены исполнительные документы. В квартире из-за неуплаты нет электричества. В счет погашения долга описывают и бытовую технику. Холодильник, микроволновую печь и стиральную машину. Безработный хозяин, чьи будни и выходные проходят со спиртным на лавочке, не возражает. Правда, до тех пор, пока пристав не накладывает арест на старенький мобильный телефон. Нет, не надо телефончик, не надо. Правда, не надо. Мы проверяем имущественное положение должника. То есть то, что есть, на что мы можем наложить арест, мы накладываем, изымаем и предлагаем ему выкупить, этому должнику. Дальше последствия, что если сам должник устроится по месту работы, то он, естественно, будет оплачивать какую-то определенную сумму. Но все равно сподвижки какие-то есть. За телефоном и другим арестованным имуществом задолжавший обещал вернуться. Перед тем, как телефон заберут, право на последний звонок бабушке с просьбой занять денег и им погасить долг. Если обещание мужчина не выполнит, бытовая техника уйдет с молотка. На холодильник покупатели уже нашлись из числа соседей, наблюдавших, как из квартиры напротив выносят крупный габарит. Долг кузбассовцев за коммуналку больше двух миллиардов рублей. Эти деньги самое время направить на подготовку сетей и жилого фонда к зиме и отопительному сезону. Платить своевременно граждане у нас обязаны. И при желании все могут это делать. Главное, обеспеченные граждане должны не забывать своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги. А для тех, кто нуждается в помощи, в Кузбассе действует очень мощная система помощи социальной нашим гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг. В том числе предоставление субсидий. Радикальные и бескомпромиссные меры применят не ко всем должникам. Управляющие компании заинтересованы в том, чтобы договориться с неплательщиками. За должность можно гостить частями или отработать на своем же доме, устроившись, к примеру, дворником или уборщицей лестничных клеток. Ну а если же дело в обычной наглости и лени, то такие неплательщики должны подготовиться, что однажды им придется вернуться в пещерное время и жить в пустой квартире без света, канализации и воды. Мария Пименова, Дмитрий Шилов. Новости моего города. Напомню, что о любых интересных событиях, произошедших в Кузбассе, вы можете рассказать журналистам телеканала «Мой город» по телефону горячей линии. 8 933 300 0300. Отпечатки пальцев стали главной уликой в уголовном деле 10-летней давности. Долгое время сотрудники полиции не могли найти мужчин, которые пытались застрелить таксиста. А причина произошедшего конфликта – нежелание платить за проезд. Детали позабывшейся истории восстановила наша съемочная группа. 10 лет дело нападения на таксистов в Чебулинском районе пылилось на полке. В 2005 году мужчина взял двух попутчиков в поселке Шарыпово Красноярского края, которые попросили отвезти их в Мариинск. Но уже в пути выяснилось, денег у них с собой нет. Водитель попытался забрать у попутчиков паспорта в качестве гарантии получения оплаты, а вместо этого чуть не лишился жизни. Раненого мужчину нашли в лесу. Особых примет нападавших он вспомнить не смог. Так что все поиски были безрезультатны. Однако спустя десятилетия загадку удалось решить. Следствием в ходе изучения уголовного дела было выявлено, что с места происшествия еще в то время, в 2005 году, была изъята бутылка, на которой были обнаружены отпечатки пальцев. В то время база не была настолько полно сформированной, какой она является в настоящее время, в том числе и по территории субъекта, и по региональной системе. Данные отпечатки пальцев были направлены на дополнительную проверку и стрельнули пальчики ранее судимого жителя города Красноярска. Одним из обвиняемых оказался Николай Бозырев. В нападении таксиста он признался сразу. Расплатиться за поездку решил пулей. Машину я открыл, достал еще один патрон, перепередил, оббежал в машину с этой стороны. Отбегаю с этой стороны. Протерпевший был уже возле леса. Возле леса был. Произвел вот так вот, выстрел просто. Развернулся. Со мной был приятель. Он заскочил в машину, забрал с бардачка документы, и мы пробежали в ту сторону, через лес. Несмотря на то, что налетчикам удавалось 10 лет скрываться от правосудия, ответить по всей строгости закона им все равно придется. В частности, Николаю Бозыреву уже предъявлено обвинение в покушении на убийство. И в ближайшее время уголовное дело будет передано в суд. Яна Шеметова, Полина Кремлева, Александр Шеметов. Новости моего города. Это еще не все новости. Об умном мошеннике для собак узнаете во второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. Ритм жизни. Чемпионы Европы среди барабанщиц приняли участие в благотворительном концерте. Кузбасс против Советского Союза. Шахматисты из Кемеровской области сыграли свои партии против сборной ветеранов СССР. В Кузбассе почти 35 тысяч творческих детей. Именно столько обучается в школах искусств. Причем каждый четвертый – отличник. Правда, балалайка и виолончель спросом не пользуются, а игре на гуслях и вовсе учится один человек. Такие результаты озвучили на областном совещании художественное образование Кузбасса. Руководители школ, колледжа и университета сферы культуры и искусств подвели итоги работы и наметили план развития. Главное достижение минувшего сезона – создание губернаторского духового оркестра. Правда, воплотить эту идею было не так просто. Остро стояла кадровая проблема. Тем не менее, коллектив из 40 человек набрали, и он уже радует кузбассовцев достойными номерами. Некоторые артисты симфонического оркестра совмещают работы в губернаторском духовом коллективе. Поэтому нам нужны, пожалуйста, ребят, поступайте сегодня в школу искусств. У вас есть возможность в перспективе работать в одном из таких прославленных коллективов. Нам нужны музыканты всегда, нужны губернаторские симфонические оркестры. Нам нужны наши местные ребята-актеры. И для дела, и для души. В зрительном зале Дворца культуры «Содружество» состоялся благотворительный концерт «Лови волну лета» с участием молодежных творческих коллективов в поддержку благотворительного фонда «Счастье детям». На концерте были представлены номера мирового уровня. С корабля на бал, с чемпионата Европы вместо ДК, приехали кемеровские барабанщицы. Как творческие коллективы могут помочь больным детям, узнавала Юлия Мелехова. Виртуозно перекидывая палочки, сегодня они удивляют собравшихся в ДК «Содружество». Еще вчера им аплодировала вся Европа. Эти барабанщицы привезли из Чехии золото и серебро, оставив позади 19 стран. Кузбасские девушки стали лучшими в мире и сразу с самолета отправились творить добрые дела. После длительных подготовочных дней для чемпионата мы, соответственно, вымотались. Но, несмотря на это, мы готовы показать всему миру, на что мы способны. И всем больным детям мы готовы собрать деньги, только чтобы они были здоровы. Перед концертом гостей встречают волонтеры фонда «Счастье детям». В их руках листовки с информацией о ребенке, которому нужна помощь. Собранные средства будут направлены на оказание помощи чернову марку. Ребенку 5 лет, диагноз – ДЦП. Пока Марк отстает в развитии от своих сверстников, но терпеливо переносит все процедуры и верит, что скоро будет играть во дворе со всеми. Марк Чернов нуждается в реабилитационной помощи в 100 тысяч рублей. И, конечно, какая-то доля, если поможем мы, будет очень хорошо. Добро и милосердие – это, наверное, самое главное качество, которое люди должны проявлять в сегодняшней жизни, где нам так не хватает доброты. И все откликаются, откликаются кедровчане, которые приходят на этот концерт. Среди гостей в зрительном зале и дети с особым развитием. По доброй традиции фонд «Счастье детям» приготовил им в подарок мягкие игрушки. Самое главное, чтобы наши дети жили, радовались, были здоровы. И нам будет хорошо. Счастливых и здоровых детей в Кузбассе может быть больше. Помочь может каждый из нас. Для этого нужно отправить смс со словом «Подвиг» на номер 7522. Стоимость смс – 75 рублей. Также на сайте фонда «Счастье детям.рф» организованы все виды онлайн-помощи. Вместе мы сможем больше. Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города. Местом встречи профессионалов стал музей-заповедник «Красная горка». Уже в четвертый раз в Кемеровской области прошел в Сикузбаске день шахмат. Каждый год на эти соревнования приезжают спортсмены с мировым именем. Например, в 2012 году здесь побывал 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Но тогда он наблюдал за происходящим со стороны. На этот раз кузбасские спортсмены впервые смогли на родной земле проверить свои силы в игре против ветеранов Советского Союза. Чем закончилось это противостояние, увидела наша съемочная группа. Только от одного взгляда на список шахматистов, приехавших в Кузбасс, становится не по себе. Нона Каприндашвили – пятая чемпионка мира по шахматам. Юрий Балашов и Сергей Долматов – победители Всемирной шахматной олимпиады. Виктор Купречик – трижды победитель командных чемпионатов мира. И Яан Эльвис – чемпион мира в составе сборной команды СССР. Каждая из этих имен для любителей спорта является непререкаемым авторитетом. Но сегодня кузбассским шахматистам все же придется противостоять тем, на чьих партиях они когда-то учились. На самом деле сборная Кузбасса – это по квалификации, по своему статусу, это очень серьезная сборная. То есть мы не зря их посадили задние доски. У нас тоже есть и чемпионы мира в командном зачете, и чемпионы Европы. То есть сборная Кузбасса очень приличная. Пять на пять спортсмены играют в быстрые шахматы. Каждому из участников на партию дается 25 минут. Если не получается уложиться в это время, то засчитывается поражение. Болельщики тихо перешептываются между собой, обсуждая ходы гроссмейстеров. Абсолютная тишина ни в коем случае не является признаком отсутствия азарта. Наоборот, это обязательное условие. В самый разгар встречи у кузбасского шахматиста Николая Власова звонит сотовый телефон. Техническое поражение. Но для команды Кемеровской области этот проигрыш оказался единственным. Две ничьи и две победы. Сборная ветеранов терпит поражение со счетом 2-3. После игры пятая чемпионка мира по шахматам Нонна Гаприндашвили лишь разводит руками и пытается понять, что же пошло не так. Перевес у черных. Какой у черных перевес? Ну, пешка лишняя и король не ракировал. Извините, что такое? Оказалось, причиной поражения стала одна досадная ошибка, которую она допустила во встрече против кемеровчанки Антонины Трофимовой. Это примерно я пример приведу, когда один на один футболист выходит, понимаете, и не забывает. Вот, допустим, когда готовая позиция, уже выигрываешь и одним ходом все портишь, это все идет, так сказать, вся игра, все. Но нет, как говорят, понимаете, обидно для спортсмена. Но, как показала эта партия, я просто ошиблась. Шахматы – это только, на первый взгляд, тихая и спокойная игра. Но изнутри как болельщиков, так и самих участников разрывают эмоции. Но даже в полной тишине спокойно наблюдать за черно-белой доской просто невозможно. Шахматы, конечно же, они стоят немножко особняком, потому что это в меньшей степени такая физическая активность, но, тем не менее, это потрясающе красивая интеллектуальная игра, которая у нас в Кузбассе очень развита. Победа над ветеранами СССР далеко не первая в копилке кузбасских шахматистов. Одним из самых ярких достижений стало золото чемпионата мира среди городов 1999 года. Тогда команда Кемерова оставила позади сборную Москвы и хозяев турнира из Пекина. Шахматы – это прежде всего развитие логики, развитие мышления, то, что очень важно для нас. И у нас есть успехи у наших юных кузбассовцев, которыми мы гордимся. Четвертый всекузбасский день шахмат стал событием поистине уникальным. Приезд лучших спортсменов из стран бывшего Советского Союза и яркая победа кузбасских шахматистов. Все это станет очередным толчком к развитию самого умного вида спорта в Кемеровской области. А значит, совсем скоро весь мир вновь услышит о новых победах шахматистов из Кузбасса. Аксинья Северная, Андрей Финагин, Станислав Грушевский. Новости моего города. На этом у меня все. Сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж Антона Ивачева, посвященный первенству России по боксу среди юниоров. А прямо сейчас рубрика Георгия Демина тем временем. До свидания и до встречи на телеканале «Мой город». Здравствуйте! Тем временем блогеры обсуждают умный ошейник. Смарт-ошейник Бадди поможет не потерять домашнего любимца. Если домашнее животное проводит много времени на улице, за ним необходимо следить и очень пристально. Для этих целей на рынке есть множество умных ошейников с модулем GPS, однако все они громоздкие и не очень удобные, из-за чего животным не нравится их носить. Аксессуар Бадди имеет тонкий и эргономичный корпус и предлагает ряд интересных функций, включая подсветку. Новинка выглядит как обычный собачий ошейник. Его выдает только эта самая подсветка, которая позволяет с легкостью находить любимца в темноте. Производитель заверяет, что их гаджет очень прост в использовании. Присутствует всего одна кнопка в паре с небольшим встроенным дисплеем. Для отображения передвижения собаки в реальном времени используется тот же GPS-модуль. Устройство передает на смартфон владельца всю информацию. Присутствует возможность отслеживания физической активности, расхода калорий и температуры тела. Корпус у аксессуара влагостойкий, ошейник нужно заряжать не чаще, чем раз в две недели. Моей FIFI такой совершенно необходим. Сбор средств для производства девайса стартовал на фигстартер. В зависимости от функциональности, смарт-ошейник байди предлагается за 180, 240 или 300 долларов. Тем временем оставайтесь с нами. Увидели новое? Покажите друзьям. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова